В Киеве презентовали новогоднюю сказку на Крымско-татарском языке. Ее автор – 17-летний переселенец из Крыма Бекир Аблаев. Наша Эльвина Сидбулаева расскажет больше. На сцене дети в национальных костюмах-руках держат письмо от Деда Мороза. Он просит разыскать головной убор, который украла злая королева. Когда дети найдут Калбак, смогут увидеться с главным сказочным персонажем на празднике Нового года. Дети ищут Калбак повсюду. По дороге встречают лесника и хранителя пещер. Все соглашаются пропустить их дальше, но только после загадок, рисунков и танцев. Дети начинают изучать язык, потому что в Киеве, к сожалению, очень сложно. Здесь они как бы уже в атмосфере Крыма. Чувствуют себя как дома, как в Крыму. Автор сказки – 17-летний переселенец из Крыма Бекир Аблаев. Уникальность этой сказки и вообще организации Крымской Родины в том, что в одном месте могли собраться десятки и сотни даже крымских татар, крымских татарских семей Киева. И это их объединяет. В спектакле участвовали воспитанники Центра «Крымская семья». Там их обучают родному языку, музыке и танцам. Мы хотим так, чтобы дети немножко творчески развивались именно и показывали такие сценки. Дети, те, которые сейчас тут, вдали от Родины, они точно так же должны ставить представления, ставить сказки. И все это должно проходить в национальном стиле. По завершению новогодней сказки все дети получили подарки и фото на память. Ильвина Сюдбулаева из Лямбинка, Заман, АТР.